Старая верница Говорит Москва Работают все радиостанции Советского Союза Дорогие друзья, здравствуйте! Вы смотрите программу «Рожденные в СССР» В студии я и ее ведущий Владимир Глазунов Мы рады приветствовать вас в прямом эфире нашей программы Как и происходит каждый вечер Звоните нам по телефону 617-5197 Наш электронный адрес в интернете Ностальгия-тв.ру В детстве моя сегодняшняя гостья училась музыке Играла в баскетбол, фехтовала Занималась легкой атлетикой и лыжами Увлекалась туризмом и шашками А еще рисовала и писала стихи Все это пригодилось ей, конечно, в будущем Ее актерская судьба сложилась удачно Она много играет в театре, поет, снимается в кино Но успех и известность порой только усложняют жизнь За нежным, хрупким образом, необычайно женственной красотой Этой актрисы скрывается сильный характер Этой актер бесстрашия и воля Которые помогают ей преодолеть многие трудности И ни перед кем, ни за что не оправдываться Актриса, певица Ирина Линд Сегодня у меня в гостях в прямом эфире Ирину, добрый вечер Здравствуйте Как настроение, Ирина? Отлично После такого представления Оно повысилось? Да Я рад, что вы к нам пришли в гости Спасибо вам большое за эту встречу Спасибо, что позвали Я рад, что мы познакомились на Фейсбуке Теперь будем общаться и там, я надеюсь Обязательно Вы общаетесь там с кем-то? Ну, когда есть время В последнее время чаще, чем обычно Последнюю из ваших новостей я там прочел в Фейсбуке 5 февраля Одно из событий, связанное с Валерием Золотухиным, да? Да В театре на Серпуховке, да? Вот в кафе Дуров Это в арт-кафе Дуров, да Это пройдет официальная презентация Официальное открытие культурного фонда Валерия Золотухина Который мы зарегистрировали в этом году И фонд уже начал свою деятельность Поэтому нам очень хочется поделиться с друзьями И с коллегами нашей деятельностью Нашими проектами И привлечь как-то внимание к нам И, в общем, вот 5 февраля В арт-кафе Дуров состоится вот такое Первое официальное мероприятие фонда А что там за мероприятие? Презентация будет какая-то? Это будет презентация фонда Мы просто расскажем о том, что фонд уже сделал И то, чем фонд собирается заниматься Мы представим какие-то концертные программы Спектакли, антрепризы, проекты Которые требуют помощи финансовой Да, у нас будут в гостях И общественные деятели, и бизнесмены Которые нам очень нужны сейчас На начальной стадии Но коллеги-артисты тоже будут, наверное И коллеги-артисты Это будет концерт Поэтому билеты даже продаются В кассах города на это мероприятие Будут известные артисты Которые что-то споют, что-то прочитают Мы будем и поэтические программы наши представлять То есть, ну, это будет такая Я думаю, интересная, насыщенная программа А вы возглавляете этот фонд, да? Да, я являюсь директором этого фонда То есть фонд новый совершенно получается, да? Судя по тому, что вы только-только презентуете его, да? Он новый, ну, ему практически полгода всего лишь Ну ладно, про фонд поговорим еще, я думаю Если будет возможность и необходимость А пока поподробнее о моей сегодняшней гости Ирина Линд родилась в Алма-Ате В семье немецкого военного музыканта Виктора Линда Школу окончила с золотой медалью в Германии По месту службы отца По окончании школы вернулась в Алма-Ату И поступила в университет на факультет журналистики Параллельно занималась в консерватории На отделении классического вокала И в театральной студии Позже с красным дипломом окончила актерский факультет Щукинского театрального училища И была принята в труппу Московского театра на Таганке В 2000 году получила актерский грант На стажировку в Италии Принимала участие в английском мюзикле Tomorrow Land В мюзиклах Норд-Ост Обыкновенное чудо Звуки музыки Снималась в фильмах Игра в любовь Женская логика 3 Злой мальчик Институт благородных девиц И других Лауреат конкурса исполнителей русского романса Хоризантема Лауреат премии Триумф За роль Шарлотты Карде В спектакле Марат и Маркиз де Сад Режиссер Юрий Любимов Все это они, Ирина Линд В прямом вашем распоряжении Раз мы в прямом эфире находимся 617-5197 Любые вопросы Ирии можно адресовать По этому номеру телефона Мы договорились, что у нас никаких закрытых тем не будет сегодня Ну и в желтую часть жизни Мы тоже не полезем Как любят делать некоторые журналисты На некоторых телевизионных каналах Я думаю, вас тоже в свое время доставали очень сильно Этим тоже Потому что у вас вообще такая благодатная почва Для этого, мне кажется, была дана Поэтому, если не захотите на какие-то вопросы отвечать Можете не отвечать смело Я взял сюда книгу сегодня Которую подарил мне Валерий Сергей Золотухин Он был неоднократно у нас в гостях Всегда с огромной теплотой Вспоминал и Иру, конечно Которую безумно любил И Ванечку, сына своего Рассказывал очень много историй, связанных с Ваней Рассказывал о том, как они проводят время Подписал мне эту книгу Володя, спасибо за передачу Храни тебя Бог И, конечно, вот эти все книги мне невероятно дороги Как, впрочем, эта книга, мне кажется, является еще уникальней Сама по себе, да? То, что здесь собрано его И даже, наверное, сложно назвать литературным трудом Это, да? Это в основном дневники, да? Которые он вел каждый день И вот все его издания в основном основываются на дневниковых записях Есть что-то, вот, проза какая-то Но в основном это дневники То есть это вот было нормой жизни, да? Взять и записать то, что бы происходило Каждое утро он начинал с этих записей в тетрадки Где записывал досконально все, что с ним происходило Я, кстати, к стыду своему еще не все прочел Пролистал просто, как это водится Но следует, видимо, прочесть Я знаю, что, в принципе, могла выйти и другая книга Уже после смерти Валерия Сергеевича, да? С его дневниками Вы пока просто не решаетесь это делать Ну, мы пока, да, мы договорились Все вместе, как-то все родственники договорились Что пока мы не будем публиковать все то, что он не публиковал И он сам так считал Он неоднократно произносил Что вот до какого момента он хочет печатать До какого не хочет И, в принципе, мы все единодушно к этому относимся Что пока не время публиковать какие-то его последние записи А спустя время будет время? Я считаю, мое глубокое убеждение Что если в этих записях есть что-то интересное То это будет интересно всегда И я думаю, что это будет интересно Потому что это может стать Какой-то уникальной летописью, я бы сказала Летописью, я не знаю Театра на Таганке И вот этого периода времени Вот глазами одного человека Это далеко не последнего человека Образованного Образованного И интеллигентного Поэтому тут может быть все что угодно Просто мы все понимаем, что дневники Это, конечно, вещь такая очень личная И те люди, которые попали под перо Не всегда в лучший момент Да, может быть Могут быть очень расстроены Такие случаи были даже и вот с предыдущими записями И поэтому мы не берем на себя эту ответственность Мы понимаем, как-то мы с уважением относимся Ко всем ныне живущим людям И не хотим, чтобы как-то, ну, каким-то образом Кому-то навредить Этические соображения тоже здесь в главенстве Да, чтобы никто, дай Бог, чтобы никто не обиделся Вот Пистопоровский говорит, да, поэтому А ведь он был достаточно откровенным человеком Даже судя по этой книге, да По тем опубликованным даже вещам Ладно, про неопубликованное мы уже поговорили сегодня То есть если вот кто-то обидел, кто-то сказал неверное слово Это тоже фиксировалось все Это все фиксировалось, да Причем на другой странице могла быть совершенно уже другая точка зрения Но ведь люди, когда читают, они выбирают что-то себе, что-то одно Поэтому сложно бывает объективную какую-то картину составить Слушай, какие вы молодцы Вот другой, мне кажется, сейчас бы кинулся Просто в погоне за гонораром За какой-то жареной вот свежей новостью Все-таки память о Золотухине сейчас очень свежа еще Что там будет через 30 лет вообще никто не знает Может быть тогда это действительно и не потеряет актуальность А может потеряет Вы могли бы сейчас очень смело просто отредактировать все эти вещи Сказать, ну вот это вот может обидеться там даже Демидова Или кто-нибудь там еще А это вот оставят Тем не менее вы этого не делаете Ну в этом нет смысла Тогда это, понимаете, вот когда читаешь, наверное, дневник вот так, как он есть В этом и ценность его Потому что, а если подредактировать, так это можно Почитать его интервью какие-то И все это как бы доступно для всех Для этого не обязательно писать какую-то новую книгу Мне кажется, что со временем как раз таки наоборот Ценность возрастет Ну хорошо, если у вас такая уверенность Хотя сейчас так все стремительно меняется Сейчас вот с молодежью общаюсь, я преподаю Они не знают даже имен некоторых выдающихся Для меня это просто святыни, выдающиеся артисты Просто личности мега А они их не знают просто Поэтому вот то, что вы уверены, что будет через 30 лет И это будет так же актуально Ну все равно будут люди, которые занимаются театром И которым будет интересно, да, как развивался театр И мы же читаем Станиславского Далеко тоже не все знают, кто такой Станиславский Люди, которые не занимаются театром, они не знают Ну мы же читаем А им и не надо Им и не надо знать Вот именно Так же и тут, я думаю, что своя публика, свой читатель будет всегда У нас есть традиция, Ирина В начале программы я прошу своей гостей Адресовать зрелицкой аудитории какой-нибудь вопрос Ностальгически желательно Будет такой вопрос? Да, я вот, ну, в последнее время как-то, да, часто Все разговаривают на тему, как было лучше В то время, в наше время И многие говорят, что вот, СССР, как можно Это вообще люди рабы, рабская психология Все это невозможно было жить Ну, я вспоминаю, я все-таки жила в этой стране Мое детство прошло в СССР Я помню, ну, сейчас я уже могу как-то, да, объективно Оценивать вот какие-то происходящие события И тем не менее, я вот всегда вот задаю сама себе вопрос Вот если бы сегодня, сейчас можно было бы выбрать Вот ту модель общества, да, вот Советский Союз Которая называлась И перенести ее вот сейчас сюда, в наше время Или оставить то, что вот у нас сейчас с нами происходит Вот что бы я выбрала? Я, может быть, вот такой вопрос и зрителю бы хотела задать Вот что бы вы выбрали? Жить сегодня, сейчас, но вот в тех условиях, насколько это возможно? Вот в нашей современной такой демократии Вот этот жест, это, видимо, кавычки были Имея в виду ту демократию, в которой мы сейчас пребываем, друзья мои, да? Да, как-то Итак, что бы вы выбрали? Жизнь тогда в СССР при так называемом застое Вот сегодня хотели бы пожить Или все-таки остановились на том, что мы имеем сегодня? Мы титрами укомплектуем этот вопрос Периодически наш режиссер Демид будет вам напоминать его Чтобы мы в студии не повторяли, он достаточно длинно звучит Итак, выбор за вами Чаша весов существует, вот какая перевесит Мы в конце программы подведем итог вместе с Ирой Валерий из Киева дозвонился нам первым Валерий, добрый вечер Молоденька, здравствуйте Здравствуйте, Валерий Ирочка, вы настоящая роковая красавица Настоящая Это правда Я видел вас в Маркиде-де-Саде в Киеве И я, самое интересное, я видел, вы репетировали там И видел, как вас любит Юрий Любимов Это особенно Особенно Вас не только любил Валера Теперь второй вопрос Ирочка Я вам скажу такую вещь Отвечаю на ваш вопрос Меня студента горного факультета Киевского полиэтнического института Сына не последних родителей Выгнали с института с пятого курса За то, что я сказал Что этих бедных шахтеров закрывали как рабов И ездят на них как хотят Так что время было очень невеселое Очень невеселое Было скучно, грустно Люди просто любят вспоминать себя молодыми Сейчас свобода для всех Вы можете ездить куда хотите Вы не зависите ни от кого Все зависит только от вас Еще одна секунда Когда умер ваш муж Мы сидели с женой в ресторане И сказал певец, что умер Валерий Золотухин Он заплакал и сказал Извините, пожалуйста Но я спою песню, которую мог петь только Валерий Золотухин И он спел Ой, мороз, мороз Не морозь меня Извините, до свидания Спасибо большое Ну, наверное, это тоже одна из песен Валерия Сергеевича Одна из любимых песен Он у нас в студии пел, если помните Он бывал неоднократно Но мы ни музыки, ни фонограмм ничего не готовили Ему это и не надо было Поскольку эта песня вливалась в органичный его разговор всегда Он мог перейти на акапельное исполнение какой-то песни Мог что-то затянуть из бомбаража Он совершенно не боялся вот этого тоже фильма Хотя на каком-то этапе ярлык приклеился в барашевский к нему Мог еще какие-то вот такие народные песни, которые вы говорите сейчас Я так и не понял, Валерий, какой вопрос вы Ире не адресовали Первый, второй Ни одного из них так не расшифровал в вашем комплементарном обращении к Ирине Лин Что касается роковой красавицы, безусловно Я когда Иру увидел, сегодня первый я увидел ее живьем А до этого фотографии это другое дело совершенно Ими тоже восхищаешься Но вот когда увидел, я с вами не могу не согласиться Что очень красивая, роковая, наверное, да Вы, наверное, тоже в этом отношении правы И, конечно, Золотухин не мог устоять Но об этом тоже чуть позже Я хочу вам показать сейчас фрагмент из спектакля Который, к сожалению, наверное, можно назвать уже Последним в жизни Валерия Золотухина Совместная работа вместе с Ириной Линд Потом вернемся Прикажи мне сделать что-нибудь Прикажи-ка туда Прикажи Я сделаю, я послушаю Она думает, что то, что она называет любовью Может совершить невозможное Сентиментальный предраслужив Прикажи, мой король Прикажи, любовь моя Сгляни, как я хороша Прикажи, чтобы я подошла Чтобы я тебя поцеловала Подойди-ка Поцелуй меня Я слышу Я слышу Я сейчас это сделаю Иди ко мне Так оставь Иди ко мне Неужели Иди Еще Это не моя вина Пять Король умирает Постановка театра на Таганке В 2012 году была осуществлена Ирина играет Вторую же Валерия Золотухина В этом спектакле Вообще много, мне кажется Каких-то таких пророческих вещей В спектакле в этом было Это уже спустя время, понимаешь Ну да На самом деле Это был очень тяжелый спектакль для всех Мы как-то Мы все Наверное, кроме Валерия Сергеевича Мы его не любили Этот спектакль Потому что Именно вот Вот та тема, которая в нем звучала И иногда он так играл Что мы даже вот не понимали То ли ему плохо То ли он так играет Вот были такие моменты Что И вот мы даже между собой Когда общались Даже актеры мне говорили Скажи ему Скажи ему Что хватит уже Ну премьеру выпустили Это играли Не надо его Ну многие актеры Просто действительно суеверные Сколько эта интуиция была Да, у людей Ну произносить каждый день С такой затратой Слова Да, я умираю Это вот как-то Ну прям Ну это было Очень как-то не по себе Вот И спектакль Ионеско Это писал Немножко в другом жанре А он был поставлен Совсем по-другому Вот режиссер Пишет, что в Занусе Он сознательно сделал Такой ход Такое решение Но нам всегда было Очень как-то Его тяжело играть Да, и действительно Действительно Как-то потом уже Вот Ну я думаю Что это все-таки Это совпадение Как-то связывать это Впрямую Я бы не стала Ну конечно Может не стоит связывать Но вы услышали коллег Вы говорили Валерий Сергеевич Я говорила Может быть не надо Остановись Мне тоже не нравился Этот спектакль Я тоже говорила Что хватит Не надо Его уже играть Но он очень любил Эту роль И потом он не был Человеком-соверным Совершенно Он не был Он совершенно Он говорил Ну то есть Баба-ежик Там каких-то Мы можем играть В елках Да, в детских Нечисть Это же тоже нечисть А вот какую-то роль Какого-нибудь там Инквизитора Мы не можем Нам совесть Не позволяет Или что-то такое Актер это лицидей Говорил он И сегодня Ты играешь это Завтра это Это твое ремесло Твоя работа Поэтому Он спокойно Ко всем этим Относился Ну слава богу Хотя Баба-ежик Это другое Как мне кажется Но то что Ира говорит Нечисть Я знаю что Валерий Сергеевич Был человеком Православным Более того Воцерковленным человеком Всем люди православные Крестоносим А на самом деле Он был еще и человеком Глубоко верующим Воцерковленным человеком Построил храм В родном своем В родном своем Алтае Театр Тоже мне кажется То что отнимало Огромное количество Сил и энергии Путешествия туда Обратно Переезды Самолеты Вот в этом уже Возрасте определен Мне кажется Многие списывают Что в последнее время Загруженность Была неимоверная У него Может быть У него всегда была Такая загруженность Он вообще был Трудоголик И работал всегда С утра до вечера И поэтому Ну как тут В этом смысле Скорее Его новая должность Может быть А да Еще и это конечно Вот это Было не совсем Его может быть Ну вот мне признавалось Что он совершенно Не хотел Ввязываться В новую должность Он не хотел Да конечно Он не хотел Но ситуация была Такова Что как бы Кроме него Было некому Ну вот Ну пришлось Пришлось стать Еще администратором И хозяйственником И всем на свете Что артисту В общем Не всегда свойственны И понятны И нужны Отдыхать умело? Нет Он никогда Специально не ездил Куда-то на отдых То есть отдых Всегда совмещался С какими-то Гастролями Поездками Когда можно совместить То есть вот так Чтобы взять вам Ваньку Да И втроем Рвануть на неделю Такого никогда не было? Никогда А как расслаблялся В чем отдых Был для него? Ну для него Я говорю Что он вообще не мог У него возникало Как если он Вот так вот Вдруг сидел И что-то Нечего делать У него прям Начиналась какая-то паника Он хватался Тогда либо за книжки Либо за тетрадки И ему все время Надо было что-то делать Следующий звонок из Москвы Анна Добрый вечер Анна Ну Москва могла бы дождаться Виктор из Мариуполя Виктор Добрый вечер Виктор Добрый вечер Мариуполь Не получается Виктор? 617-5197 Напоминаю наш номер Телефон У вас есть шанс Дозвониться Времени еще полно Наверное мы сейчас Покажем одно из первых Одно из первых появлений Ирины Линд на экране Как мне кажется Если не ошибаюсь Потому что это маленькая Крохотная такая роль Но давайте увидим Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, действительно первое появление одного езда? Первое, вы знаете, это было так давно Потому что я даже этого не помню То есть это еще было в институте Там рядом со мной Мои однокурсники Я вот узнала Лешу Завьялова Завьялова И Юлю Цибульникову То есть это Это действительно первый раз Первая роль Такая, да? Тогда казалось, наверное, роль Не то, чтобы большой Но все-таки первое появление Это всегда важно на экране Да? Что касается Король умирает И других работ Вы ведь не единожды Играли на сцене вместе, да? Ну нет, конечно Король умирает Это последняя работа Да? До этого был и Моцарт и Сальери, да? Да? Что, в общем, несвойственно иногда В женском лике Видеть одного из героев Бессменного и бессмертного произведения И даже, по-моему, Борис Годунов Тоже вместе, да? Борис Годунов Марат и Маркиз Десат Да Ну, еще были спектакли Где мы играли вместе Это Мидея Мы сыграли даже Мастера и Маргариту Спектакли Мастера и Маргариту Ну, правда, всего три спектакля Успели сыграть Потом там у меня случилась травма И я уже не возвращалась В этот спектакль Вот, поэтому Ну, много было вместе, да? Работ Ну, то, что у вас случилась травма Я, честно говоря, сегодня Когда читал ваши какие-то интервью Я был в легком шоке От того, что с вами случилось Три метра, да? Упасть вниз Ломать тебе чуть ли не Ну, вы легко отделались, хочу я сказать После того, что я прочел Ну, в общем, да Там могло быть перелом позвоночника Просто-запросто мог случиться Ну, он был, на самом деле Ну, просто такой щадящий, скажем так Я прочел там сотрясение Что-то с ногой, да? Проблемы какие-то были с позвоночником? Ну, перелом позвоночника Сотрясение, да? И лопатка Вот, разрыв связок Тут плечо Вот это вот все В общем Больница, да? После этого серьезная? Да, больница Лечение за границей я прочитал, да? Нет Нет? Все, за границей я не лечилась Я лечилась Я прочел, что вас оперировали за границей Это не правда? Нет, оперировали меня в ЦИТО В нашем институте, в Москве Все было здесь А, значит, как врет интернет просто Как обычно Нет, там просто какой-то дотошный Журналист вас спрашивает, например А вот театр на Таганке Почему вы не подаете на него в суд? А что это такое? И вы говорите Ну, как я могу на любимого подавать в суд? Они меня и так везде и всюду поддерживали И мое лечение за границей оплатили И все такое Но там, конечно, могли просто перевернуть Какие-то факты Просто да После этого уже, в общем, с осторожностью Стали подходить и к высоте И к этому спектаклю, наверное, да? Или из него вообще вышли? Из этого спектакля, в котором я упала Собственно, я вышла и да На самом деле еще спектакля-то не было Это был прогон Перед превью Буквально перед сдачей Это случилось Но я уже потом туда не возвращалась В этот спектакль Ну, да, как-то с головой уже подходишь Если ты чувствуешь действительно Что что-то не так И что ты себя как-то плохо чувствуешь То, наверное, не пойдешь Ну, если есть возможность замениться Играть спектакль, да В котором есть какой-то риск Раньше море по колено Ну, мы осторожнее стали после этого случая Безусловно, да И, наверное, в чем-то менее пластичное Боюсь я даже спросить об этом Потому что, ну, начинаешь просто бояться Физически, да? Ну, на самом деле Это парадокс Но пик моей физической формы Был как раз после травмы Когда я узнала, что у меня, оказывается Еще был сломан позвоночник Мне не сразу поставили этот диагноз Просто То я стала очень усиленно заниматься Я так закачалась Прям до мышечного рельефа Я подтягивалась 10 раз на перекладе Не после этого Ну, конечно, вот сальто я больше не делаю Просто вот страшно, да А так нет Так все то же самое, что и до травмы Я по сей день, в общем, могу делать Ну, берешь себя, мне кажется Вот я боюсь всяких высказываний На предмет того злой урок и так далее Но где-то, опять-таки, в этих интервью Которые я читал сегодня Вы признаетесь о том, что это падение было не первым Такое серьезное первое А до этого случались и другие, да? Ну, это кто не падает Вот, ну, это все падают Ну, были, да И после я ногу ломала уже Короче, цирковой эквилингристики Надо не завязывать, я считаю Виктор из Мариуполя Виктор, добрый вечер Слушаем вас Добрый вечер Добрый вечер Спасибо, что перезвонили Да, я перезвонил Потому что сорвался первый раз Ну, я хочу сказать Что я вот, к сожалению Мы оторваны от культуры российской Я, например, только вот из вашей передачи Узнал, что Валерия Сергеевича нет в живых Боже мой Да Хорошо Да А я хочу ответить на ваш вопрос Пожалуйста Ну, что может быть лучше Чем было в Советском Союзе Наша Украина превратилась В одну из самых нищих стран мира У нас сейчас пенсия минимальная Составляет примерно 1 доллар в день Вот как мы можем судить Спасибо вам большое за ответ Я, наверное, не только Украина Но и Россия и многие другие республики Наверное, с горечью пересчитывая свою пенсию Могут сказать вот так, как вы ответили Но Ира, наверное, не только это имела в виду Поскольку нам-то еще до пенсии какое-то время с Ирой Следует пожить Поэтому нам сложно в этом отношении ориентироваться Виктор из Тольятти Виктор, добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Слушаем вас, Виктор, говорите Добрый вечер, Ирина Добрый вечер, Владимир Добрый вечер Мы с своей супругой каждый вечер смотрим вашу передачу Замечательно Рожден в СССР Здорово И вот на вопрос Остался бы я в наше время Или вернулся в СССР Не задумайся Вернулся туда, обратно в СССР А Валерий Сергеевич Вот я вспоминаю фильмы моего детства Я на них вырос Пакет знаменитый Да, конечно Да И его бомбараж К сожалению, последние роли Вот как-то меня не заинтересовали А вот эти вот Вызывают ностальгию его Ранние роли Хорошо, спасибо вам большое И за ответ на наши вопросы То, что вспомнили Блистательные роли Золотухина Тоже спасибо Я сейчас с опасением Буду вам показывать Следующий сюжет Поскольку я не уверен Что вот именно в этом фрагменте Присутствует Ира Но нельзя не показать Бориса Годунова Тем более мы вспоминали Что это была тоже совместная работа А Ира меня поправит Если вдруг мы ошиблись ПОЮТ НА ИРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИРАННОМ ЯЗЫКЕ Умираю Обнимемся Прощай, мой сын Сейчас ты царствовать начнешь ПОЮТ НА ИРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну, Золотухина, мы не увидели сейчас, да? Но зато Ирину Линд мы увидели точно А в одном из самых ярких и блистательных спектаклей театра на Таганке Того еще Таганки, мне кажется, великий Таганки Вы в 95-м году приходите в театр, да? То есть 20 лет уже получается Практически, да В этом театральном коллективе Ну, было ощущение, вот я пришла в театр Который прям не совсем театр, а вот Да, тогда еще, когда я пришла в театр, такое ощущение было От театра, несмотря на то, что уже был этот скандал Что уже было много разговоров Но это еще был такой великий театр все равно Это и энергетика была другая И Любимов был еще силен, молод Еще как-то вот Ощущение было великого театра тогда Но Вы Любимову понравились? Или почему он Вас позвал? Вы знаете, он меня как, не позвал? Меня ему показали А, рекомендовали Да, увидела в театре, в спектакле Заведующая труппой Шкатова Нина Яковлевна И предложила показаться Юрию Петровичу Потому что ей показалось, что я вот могу Как-то ему понравиться И в то время репетировали спектакль Подросток по Достоевскому Я походила на репетиции на малой сцене Пока Юрий Петрович был где-то в Финляндии, по-моему Порепетировала кое-какие-то сцены И когда он уже вернулся в процессе репетиции Ему сказали, посмотрите, вот девочку посмотрите Я тогда еще училась на третьем курсе Я еще не закончила институт И я вышла, сыграла одну сцену Он вышел ко мне на сцену Начал играть эту сцену со мной В общем, минут сорок Значит, вы ему понравились Он не каждому же выходит Сидит у своей лампы и редко выходит на сцену Да, да, и он со мной У меня даже где-то была фотография Где мы вот, вот это мой первый выход На сцену Театра Натагангиха В этой репетиции И на следующий день ко мне уже подошла Вот Нина Яковлевна и сказала Юрий Петрович, хочется, чтобы вы у нас работали И мне предложили сразу две роли Вот царевну Ксению Борисе Годунове И в этом премьерном спектакле Подросток роль Лизы Вот так я и стала работать в театре Ну тогда вот я опять-таки читал о том, что было на такой момент некое омолаживание трупа Да, он искал молодых артистов, молодых и новые лица Да За эти 20 лет ведь тоже было ни одно потрясение в театре на Таганке Сколько его трясло Сколько есть театр, столько его трясет Ну да, столько и трясет, да Поэтому я думаю, вы тоже попереживали некоторые такие моменты непростые, да, в театре на Таганке? Ну, надо сказать, что у меня как-то благополучная ситуация всегда в театре складывалась Ну, ко мне хорошо относился, всегда хорошо относился ко мне Юрий Петрович И поэтому он меня отпускал и в другие проекты Я работала и в других театрах, и я работала в мюзиклах Поэтому у меня не было такой вот зависимости от театра на Таганке, как бывает у артистов, которые работают вот только в театре То есть вы не были столько привязаны к одному коллективу, да? Я не была, поэтому я многое, многое меня и не коснулось в этом смысле, в смысле этих потрясений Потому что я приходила, отрабатывала свои спектакли и как бы... Я, может быть, неверно понял в одном вашем интервью, вы меня сейчас поправите, что уход любимого был даже на пользу театра на Таганке Вот сейчас вот уже, последний уход? Ну, я имею в виду последний его уход, когда там из-за его супруги случился конфликт и скандал, и он уходит Ну, такой уход, какой он произошел, он на пользу не был, как мы видим, да? Потому что, ну, как-то не знаю, мне кажется, все равно все это как-то должно делать Как-то должно происходить более цивилизованным путем, не так, как это произошло в театре Я не знаю там, кто уж, не хочу даже вникать в эти разборки, по-другому это не назовешь Но все равно ощущение, что как-то это неправильно, лично у меня вот есть ощущение такое Ну, сейчас что с Таганкой? Сейчас остался только бренд, и все, уже того театра давно нет? Сейчас, нет, вы понимаете, ситуация странная На самом деле театр есть, есть куча артистов, которые много могут Есть много молодых, которых выпустил Юрий Петрович Есть очень талантливые ребята Ну, наш театр на ремонте, мы пока живем на Поварской Открытая сцена, мы там репетируем, работаем, как можем пока в отсутствии основной нашей сцены И на самом деле театр есть, есть все, что необходимо театру Есть все службы, есть актеры, есть репертуар, есть все Но почему-то пока это вот, он не существует так, как должен существовать нормальный театр Но мы все-таки надеемся, что после ремонта театра, когда мы вернемся в свое здание То что-то должно наладиться, потому что, конечно, ну Вот я когда рассказываю, что, наверное, закроют театр Никто не верит, просто люди говорят, что можно что угодно закрыть, но не таган Потому что это действительно настолько, как бы бренд, бренд это такое слово Но это событие какое-то в жизни многих людей Это таганка, это уже, я так защищаю театр Ну, конечно, потому что я сама там 20 лет проработала Ну и, понимаете, там были такие люди Это вообще место какое-то намоленное в театральном смысле Это правда, но хотелось бы, вот я почему вас спрашиваю о том легендарном О тех стенах, практически святых для театрального мира Поэтическо-политических и так далее Хотелось бы, наверное, вернуть хотя бы часть этой легенды сегодня Должно что-то произойти, какое-то землетрясение у вас должно произойти Да не землетрясение, надо, чтобы просто приходили хорошие режиссеры И ставили хорошие спектакли Все, что нужно театру для того, чтобы он жил нормальной жизнью Вот и все Это так просто Я должен вас остановить сейчас Мне говорят в ухо, что важный человек на проводе с нами Если я не ошибаюсь, то он очень, это очень важный Иван из Москвы, Иван, добрый вечер Здравствуйте, Ирина Я хотела вам задать вопрос Какая ваша любимая обстановка и спектакль, и мюзикл за все ваши времена? Вань, подождите Это, кажется, мой сын Ванечка, это ты? Я его узнала Вань, мама тебя узнала Вот я почему говорю, важный зритель у нас Мне тоже говорят, но сомнения есть у наших редакторов, что это тот или не тот Ванечка Ну Чего? Ты тот Ваня? Тот самый Ваня? Да, ну я просто сам не знаю Мам, ой, Ирина Викторовна, какой ваш любимый спектакль и мюзикл вообще за все времена? Ванечка Мой любимый мюзикл, это мюзикл Норд-Ост А мой любимый спектакль, это спектакль Марат и Маркиз де Сад И спектакль Геда Габлер Спасибо большое, Ваня Спасибо тебе, что позвонил, это, в общем, не просто дозвониться в прямой эфир Вообще, Ваня редко смотрел обычно наши с папой выступления, и то, что он сегодня смотрит, для меня даже как-то приятная новость Спасибо, Ванечка Спасибо, что не спишь Мама, спокойно, что ты дома, что ты у телевизора, я надеюсь, уже в кровати лежишь, по крайней мере, да? И мама ответила на все твои вопросы Мне кажется, ты в жизни наверняка имел возможность задавать эти вопросы, поскольку растешь человеком творческим, с ранних, с молодых ногтей, выходящим на сцену, да, тоже? В общем, да, первый раз он вышел на сцену в три года, неожиданно для нас решил поддержать наш дуэт Зал раскололся моментально, мы не могли уже петь, он стоял нам подтанцовывал, он просто понимал, что он как член семьи должен тоже зарабатывать, как он мне потом объяснил Ну и по сей день он участвует в концертах вместе со мной, и даже играл в спектаклях, и снимался в кино уже, то есть, ну... Ну, не все ведь знают до сих пор, как выглядит юный артист Иван, а фамилия у него Золотухин? Золотухин Иван Золотухин Ну, давайте увидим, как он выглядит вместе с мамочкой, увидим его сейчас, потом вернемся Послушай, ты мой сынок Ванюша, ты должен стать отличным пацаном Послушай, мир так легко разрушить, но ты сумей прожить достойно в нем Но ты сумей прожить достойно в нем Послушай, я пусть вновь в душах Я должен стать отличным пацаном Послушай, мне так легко разрушить Я хочу прожить достойно в нем Шикарный голос у парня, да? Несмотря на то, что крупняков нет, тоже вот съемка любительская практически Все равно заметили сходство, да? Как поразительно он похож на отца, мне кажется, больше на вас он похож на папу Ну, все так говорят, не знаю, но я свое тоже вижу Антон из Санкт-Петербурга, здравствуйте, Антон, добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Я бы хотел ответить на вопрос, Эрина Линд Пожалуйста Я по выбору, конечно, СССР Любимые праздники 7 ноября, день Великой Октябрьской революции 1 мая В этот день народ был скучен Выходил на демонстрацию А после демонстрации все собирались с семьями Отмечали эти праздники, а вечером ходили на фалют А что может быть лучше, мороженого за 20 копеек Или газированная вода на улице 3 копейки с сиропом и 1 копейка без сиропа Спасибо большое Ну, если бы вот в 3 копейках и в 1 копейке была суть нашей советской жизни Все глубже гораздо было, как мне кажется Но есть какие-то такие вот красочки, штрихи, которые вы сейчас назвали, наверное, тоже важные Я потом Эру тоже спрошу, подвести, своеобразно так подрезюмировать ваши ответы И ответить на этот вопрос тоже, где бы она бы предпочла Где бы ей теплее и комфортнее жилось Тогда, либо сегодня, либо перенести тогда в сегодня и так далее Ну, в конце уже программа Хорошо, ответите на этот вопрос Валерий Сергеевич достаточно поздно появляется Ванечка И я знаю, что вот Я просто по его личным рассказам, которые здесь звучали в студии Знаю, что он просто растворился в сыне Настолько обожал его Огромное количество времени свободного Быть может, его не так много было, я не знаю Но вот все, что было бы, возможно, он проводил с ним вместе Это так? Да, как только у него появлялось свободное время Естественно, он брал Ваньку Они с ним играли, гуляли И это действительно так Он как-то вот, ну, когда патологически его любил И Ванька, в свою очередь, тоже прямо с рождения Моя мама даже говорила Как будто не ты его родила Потому что когда появлялся папа С Ваней что-то такое происходило Он начинал, ну, у них особые были отношения Ну, и он-то, конечно, ждал, да Прихода папы Тянулся с распростертыми объятиями И когда с ребенком играют Мне кажется, это тоже момент воспитания такой серьезный Если не главное Ну, вот как любил говорить Валерий Сергеевич Котята любят не тех, кто их кормит А тех, кто с ними играет Вот, и поэтому он предпочитал с ним играть Я говорю, ну, ну, конечно Человека, который играл Так до сих пор сложно произносить это в прошедшем времени Вот эти глаголы, вот эти слова Мы увидим с вами прямо сейчас Потом вернемся 63 года вам было, да, когда появился Ваня? 63 года! Это какую нужно иметь смелость и ответственность, да, Валерий Сергеевич? Мне не страшно было? У меня был пример моего учителя Юрия Петровича Любимова Ну, да Да, 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 да У него родился 62 Мы с ним репетировали как раз Самотманца Я там прыгаю через кресло Владелец конем и саблей научился И через кресло прыгал, он говорит Кузькин А он меня Кузькин называл Кузькин Откуда вы где-то там прыгаете? Сколько тебе лет? Я говорю, 57 Так ты же ведь уже не молодой Я говорю, так мне же еще Я говорю, Юрий Петрович, 5 лет Он говорит, да чего? Я говорю, так вы же у вас сын Ты появился в 62 Ну, ты дай ее Каза был такой соревновательный момент Еще у них любимого На предмет возраста, когда появится сын Но это безусловно Для меня это вообще странная всегда история Хотя не знаю Сложно зарекаться Потому что Кто знает, что с тобой произойдет Там в 60-70 лет Как сложится жизнь Мне всегда обидно за людей Которые заводят детей в таком возрасте Только потому, что Они не успеют их воспитать Не успеют их проследить За теми главными шагами Которые они сотворят в своей жизни Хотя, может быть, это и не самое главное Я не знаю Ну, вы знаете Тут действительно на эту тему думать Как-то странно Мне кажется, что Вот детей посылает Бог Понимаете Если, значит, нужно было так Значит, судьба такая была И более того Он успел ему дать столько Сколько иной отец за всю жизнь Может не успеть дать ребенку Понимаете Поэтому Ну да Здесь надо в геометрической прогрессии Уже работать немножечко Чтобы воздать раньше Да Памятуя о том Что мы не вечны На этом свете, к сожалению Вот даже сейчас Смотрю на Золотухи На съемку Это было оно год за год Наверное до смерти Сделано Неимоверно бодр Подтянут Всегда, да Был бы подтянут Я знаю, что в театре ему костюмы Не перешивали годами просто Не перешивали Не перешивали никогда Всегда в физической форме великолепной Поэтому это было таким обухом по голове для многих Я думаю, и для вас тоже, да? Ну да, это действительно Это же не было бы такой продолжительной болезнью Как было бы, допустим, с Рязановым, да? Внезапно поставили диагноз Достаточно Ну, как-то Очень И, в общем, после того, как поставили диагноз Ну, прошло практически два месяца То есть это произошло все молниеносно, да Никаких не было ни симптомов Ничего, даже думать об этом никто не думал Так вдруг все это произошло И потом уже очень быстро развивалось Ну, лечили здесь или за границей куда-то выехали? Нет, здесь просто тот момент, когда уже обнаружили Уже поздно было что-то сделать Хотя мы пытались отсылать снимки Там и в Германию, и в Израиль Но уже как бы все отвечали однозначно Уже, да, поздно Да Юрий из Липецкой области Юрий, добрый вечер Здравствуйте Здрасте Юрий, телевизор вам мешает нас слушать? Там эхо такое идет в Липецкой области? На всю Липецкую область сейчас? Ну, это я вот сейчас включил в передачу Ага Да По телефону нас слушайте Вы будете то же самое слышать Только быстрее гораздо Чем в телевизоре нас еще смотреть Алло Да, мы вас слышим, Юрий Да, вот сейчас слышу Здравствуйте, добрый вечер Добрый вечер Вот, в город Грязь Липецкой область Виноград Юрий Александрович Вас беспокоит Ага Вот я сейчас включил ваши передачи Так Вот Вот так Вот вопросы Ирины Значит, отдаю ответ Чтобы я жил в советское время, конечно Не то, что В нас сейчас не демократ Ну, вот видите, пока мы с вами пререкались И про телевизор разговаривали Телефон просто уже не выдержал Всегда вас прошу, друзья мои В телефоне будете слышать то же самое, четче И без всяких вот этих эхо и отставания А телевизор нужно на время просто звук потише По крайней мере сделать Потому что видите, какой эхо вторит Пока что многие выбирают Советский Союз Как это ни странно Ну, для меня-то это Даже не странно Для вас это не странно совершенно? Нет Вернемся Я обещал, что в конце мы поговорим на эту тему Скажите, а в театре Насколько вам всегда было комфортно? Все-таки Ну, не могу сказать Вернее, не знаю Любимица Там Любимого, да? Человек Просто он симпатизировал, да? Наверное, как актрисе Жена Золотухина Играет там какие-то главные роли ключевые Театр Это сложный организм, механизм И так далее Или не было никаких проблем? Нет, мне было Мне было хорошо Мне было комфортно У меня были друзья в театре Мне не надо было, чтобы весь театр был среди моих друзей Но у нас не было каких-то открытых конфликтов Если что-то говорили, то, наверное, говорили Всегда говорят Но я просто еще раз повторюсь Что я приходила в театр Отыгрывала свои спектакли И шла дальше работать в другие места Поэтому меня не засасывала трясина этих разговоров Когда с утра до вечера сидишь в театре Неизбежно какое-то обсуждение текущей работы Каких-то партнеров, чего-то еще Поэтому мне было комфортно, хорошо И у меня не было в этом смысле таких проблем каких-то Ну, почему я сейчас прошу? Потому что театр на Таганке Помимо того, что это террориум друзей Во многих театрах просто так принято говорить Не знаю, насколько это в театре на Таганке Да это и не важно Но просто это еще и революционный такой театр Всегда вот нужно обсудить Всегда нужно там пойти и сделать и так далее Или пойти там доложить и так далее Это тоже все известные вещи Поэтому и спрашиваю Давайте еще одну запись увидим уже совместную Ирины Линд и Валерия Золотухина Сейчас хотя бы коротенький фрагмент песни А потом вернемся Жили-были на море Это значит плавали Курс держали правильный Слушались руля Заходили в гавани Сцевали справа Ирина Линд и Валерия Золотухина Ирина Линд и Валерия Золотухина Спешит к нему под черное крово Стремительная белая Мадонна Слезы льет горючие Ценные горючие Всегда надеется в тайне Что быть может в Африку Не уйдет по графику Этот недогадливый лайнер Прожденные вас на СССР Это же, видимо, не так давно это было, да? Да, это, я так понимаю, это одна из передач Своя колея, которую мы вместе с Валерием Сергеевичем вели На протяжении нескольких лет Вот мы в этой передаче пели эту песню Поэтому, судя по тому, как вы глядите, как вы глядите, Валерий Сергеевич Мне показалось, что это не так давно было Но я, честно говоря, любовался просто красивой парой на сцене сейчас Просто красивой, органичной парой Хотя, представляю, сколько раз я уже на ней спрашиваю А вот разница в возрасте, это у вас какая большая Как вы вот это вот все переживали Как это вообще возможно жить на две семьи и так далее Родители нормально отнеслись уже со временем? Когда появился Ванька? Да, конечно Приняли эту историю? Конечно Ну, потому что родители видели же и то, как он ко мне относится И, естественно, узнали его как человека Поэтому все было хорошо Мам с папой нормально сейчас? Вот здесь же вот уже... Папа у меня уже нет, к сожалению Папа нет? Да, он не так давно умер Год, через год после Валерии Сергеевича А, вот такая череда, да, произошла смертей Тяжело было очень, да Вот, а мама здесь, да, в Москве с нами Ага Перевезли их, да, или они сами уже переехали спустя время? Нет, мы уже, когда выводились из Германии Папа военный был и уже перевелись служить в подмосковный военный округ А, то есть он еще по службе стал перевезти сюда, да, в Подмосковье, да, а потом уже и в Москву Так получилось Я просто знаю, что вы пожили, поскитались по гарнизонам и по казармам, да, в свое время? Да, в общем, много всего было До своего жилья еще нужно было дойти и дорасти, да? Еще как, да Долго было вот это вот На самом деле, когда мы жили в Алма-Ате, у нас была прекрасная квартира В то время давали от предприятий И нам дали четырехкомнатную квартиру У нас было четверо в семье И вот от завода, где мама работала И дали эту квартиру У нас там целая династия мамина Вся семья работала на заводе И поэтому какие-то были приоритеты И вот мама нам дали Мы там очень хорошо жили в Алма-Ате Комфортно, вот, своя была квартира Вы там не долго жили, да, получается? Я прожила там 15 лет А, вы же потом из Германии снова в Алма-Ату вернулись? Я вернулась на год, да Вот, получился год на журфаке А потом уже поехала поступать в Москву Ну и уже родителям ничего не оставалось Как переводиться ко мне в Москву Вот, ну тогда начались все эти события уже Вот, все разваливалось Из Алматы стали все уезжать И родственники наши, и знакомые Ну, поэтому Но в Москву ведь тоже вернулись сразу Не в хоромы царские, а там вообще как-то жили, да? Нет, жили, мы жили В казарме тоже, в танковом классе Такой у нас был Нет, сначала мы жили вообще в Голицыно Там тоже в таком домике А вот уже когда ближе сюда перевелись Это был такой танковый класс Даже сели плакаты Как сейчас помню Инженерным обеспечением войска должны заниматься Инженерным обеспечением боя должны заниматься все родовойск Висел такой у нас плакат Ну, огромный такой был класс Мы отвесили так коврами Сделали двухкомнатную квартиру из этого Один туалет на весь коридор Проходить надо было мимо казарм, мимо солдат Иногда не пускали Было невозможно объяснить там на КПП Что, вы понимаете, мне на работу надо У меня спектакль Мне ваши эти построения Я говорю, мне-то все равно, я же не военный человек А у них приказ И вот приходилось бегать Тогда даже не мобильных, ничего Вот эти трубки были Алло, алло, авинир И так далее Это было очень смешно Как хорошо, слушай, Юра Как хорошо, что эта девушка не стала журналистом А стала актрисой Поскольку из нее получился бы блистательный, наверное, журналист Судя по речи, по манере выражающей мысли и так далее Но мы бы тогда потеряли актрису, мне кажется, блистательную И очень вокально еще блистательную Поскольку я уже в визитной карточке вам сегодня рассказал Сколько мюзиков позади Надеюсь, впереди тоже у Ирины Лин Нравится вот эта работа мюзикальная ваша? В общем, да, конечно, это потрясающий жанр Он такой праздничный Но, к сожалению, чем дальше, тем меньше ролей остается Чего это? Вы еще не возрастная актриса? Нет, уже все В мюзиклах там в основном это же молоденькие девочки Главные героини Ну и какая-то есть, может быть, роль Но она уже все равно получается роль такого второго плана Для возрастных актрис Я уже все-таки возрастная считаюсь Уже не 20 лет Не понятно, по паспорту может быть там все что угодно быть Но внешне-то вы можете еще играть Принцесс Ну да, но вот иногда смотрят в анкету И уже не смотрят на внешность В анкете написано Прямо хоть паспорт меня А любимый мюзикл был какой? Из-за того, что вы пели? Ну, Нордост, конечно Нордост все-таки, да? Он был и первым, наверное, да? Нет, первым был Tomorrowland А, Tomorrowland, он английском был из-за тебя Я считаю, что его просто обязательно надо восстановить И мы небольшой концертной даже бригадой Мы поддерживаем его Пытаемся у нас существовать такая концертная версия Мы время от времени где-то выступаем на каких-то концертах И поем его прям почти насквозь в таком концертном варианте Мне кажется, потому что это совершенно уникальное произведение Настолько про нашу страну Про наших людей Для нас Оно вот Ну, не знаю Это вот Просто какой-то шедевр наш отечественный Другого такого мюзикла вот не было Несмотря на то, что он сделан абсолютно по западным канонам Да, но настолько наша музыка, тема, текст И он хоть и по канонам Но там все равно присутствует гораздо более сложная драматургия Чем в западных мюзиклах Поэтому он был замечательный И я даже уверена, что его рано или поздно восстановят Потому что ничего подобного нет Я, к сожалению, время убегает И, наверное, не смогу сейчас, Ира, попросить Исполнить что-нибудь из любимого мюзикла Нордост Но я по секрету вам скажу, друзья мои Что я знаю, что Ира страстно обожает романцы Даже, может быть, не романцы в чистом виде А такие лирические, красивые песни Микрофон здесь находится не зря Поэтому я надеюсь, что что-то сегодня прозвучит Да, попробуем Это, на самом деле, современный такой романс Ну, написанный вот в наши дни, скажем так Композитор Владимир Патрушев Стихи Валерия Краснопольского Называется он «Да, я люблю» Здорово, слушай Музыку, пожалуйста Ну, что у нас, Маэст? Да, я люблю Люблю Минуту эту Когда грустишь Со мной Наедине Твои глаза Как два луча Рассвета Мысль Мысль тайную Твою Откроют мне Руки твоей Едва Едва Касаюсь И пальцев дрожь Не в силах Я унять Уверившись Что мне Не показалось Через века Мы встретились Опять И потому Теперь Легко читаю В глазах Твоих Мысль Тайную Твою Их Глубину Пленительную Знаю Их грусть Люблю Ловлю Ее И пью Их грусть Люблю Ловлю Ловлю Ее И пью Да Я Люблю Ловлю 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 Я ничуть не жалею Я рад, что я уговорил вас сегодня исполнить хотя бы одну песню в нашей программе А вообще надо, конечно, было музыкально эфир устроить серийный лент в той нашей белой студии Но я думаю, со временем мы это все организуем Все это сделаем пока и просто наслаждаемся общением сегодня У вас есть время еще ответить на вопросы, хотя остается две с половиной минуты, наверное, уже особо и не успеете Давайте примем последний звонок Валентина из Тулы Валентина, добрый вечер Добрый вечер Отвечаю на вопрос бесспорно, безусловно, в Советском Союзе Коротко и ясно Спасибо большое Ну, какой ваш ответ будет, Ирина, на этот вопрос? Вы знаете, я действительно в последнее время много думаю над тем, что происходит, собственно, в жизни сейчас со многими людьми И мне бесконечно жалко, вот просто многих становится жалко, потому что люди совсем потерялись как-то в этом, да Нет ни на что уже ни в чем уверенности, да И, конечно, в то время, может быть, мы многого не знали Конечно, мы знаем, что все это не так просто, да Заблуждались Но основная масса людей, в общем-то, да, простых людей, которые живут тем, что они приходят на работу, возвращаются домой Кормят своих детей, где-то вместе отдыхают, опять идут на работу А им, конечно, жилось там лучше И вот эта стабильность, которая сейчас не существует нигде ни в чем Когда ты не знаешь, что ты завтра потеряешь, что у тебя завтра останется А в то время, конечно, было вот это хоть какое-то ощущение спокойствия, какие-то гарантии Когда ты знал, что тебя не бросят скорая помощь, если у тебя нет полиса, да, где-то Что все могли, ну, хоть на что-то, все было, ну, как, действительно, бесплатное образование, бесплатная медицина Я думаю, что очень многое из того времени я бы хотела перенести в свою сегодняшнюю жизнь И показать, Ванечке, что бывает, жизнь еще и такая, и другая, да? Да, да Стихи не пишете сегодня, Ир? Или пишете? Пишу, почему? Я просто знаю, что писали когда-то стихи, может быть, и сегодня пишете Но у нас времени не остается, чтобы вы нам процитировали, но я-то по традиции это сделаю Моника Котова, наша телезрительница из Ростова-на-Дону, адресует вам вот такие поэтические, как мне кажется, немножко грустные строки, но они про вас Время всего лишь пустое пространство, а мы наполняем его постоянством Счастьем, любовью, игрой и мольбою, жизнью и смертью, и просто собою Кто-то смирится, кто-то стремится к безумной карьере, кто-то в нем Моцарт, а кто-то Сальери Есть же такие, что вдруг зависают, просто без крыльев, парят и летают Падают вниз и ломаются, бьются, но поднимаясь, как прежде, смеются Счастье приносят к любому порогу, а оправдание только лишь к Богу Это вам на память Спасибо вам, Ирочка, за сегодняшнюю встречу Ирина Линд была у меня сегодня в гостях Жду вас завтра, дорогие друзья, как обычно, в 22 часа До встречи Субтитры создавал DimaTorzok